Всем здравствуйте! Снова с вами Ирина. Вы на канале Огородная Посиделка. И сегодня вашему вниманию хочу предложить небольшой обзор продуктов. Мы сегодня ходили с мужем, закупались. Но не могу сказать, что это мы закупились на неделю. Какие-то продукты закончатся раньше, а какие-то и на полторы недели, может быть, хватит. Но начнем все по порядку. Покупали мы все это в гипермаркете Ашан. Гипермаркет весь называется Радуга. И в нем находится у нас магазин Ашан. Так, что мы сегодня купили? Ночные десерты, хотя обычно это в последнюю очередь люди употребляют. Вот такие вот три пачечки овсяного печенья. Значит, стоит оно, сейчас скажу сколько, 32 рубля 96 копеек. Вот такая пачечка. Детям в основном, конечно, мы на завтрак употребляем это печенье. Так, на скорую руку, чтобы перед школой, перед вузом. Перед работой, так скажем, быстренько позавтракать. Дальше. Купили мы вот такие вот упаковочки две. Сейчас их разверну, чтобы вам было видно. Голеньенькие. Вот эта фирма Индолина я уже у себя показывала. Вот, значит, одна упаковочка на 166 рублей. Это вот, нет, вот эта вот как раз на 180, которую я показываю. Это 180 рублей. Здесь вес, потому что 1,32 кг, вот видите, да? А вторая упаковочка, вот эта вот, она на 166 рублей. Вот, мы готовим из нее и первое блюдо, и второе. В общем, нам она очень нравится. Производитель, кстати, я в прошлом видео показывала. Ссылочку оставлю внизу. Производитель. Так, тут очень мелким шрифтом. Сейчас напишу, покажу, кто это. Так, Ростовская область, да, все время забывай. Ростовская область. Российский производитель. Вот, где-то Ростов не дано, я так понимаю. Вот оттуда. Значит, дальше потихонечку буду убирать, а то у меня весь что-то заложен. Значит, дальше еще купили вот шоколад особый. Петербург производит, фабрика имени Крупской. Тоже он нам очень нравится. До сих пор такой качественный, как и раньше. Без всяких лишних добавок. Вот такие вот финики купили, да. Кстати, шоколад стоит, вот, показываю. 69 рублей 69 копеек. Так, финики вот такие, мы уже их брали, очень хорошие. Хорошего качества, сочные, такие сладкие. Ну, финики, знаете, что они очень полезны. Мы вместо конфет их покупаем. Вот, и сами едим, и дети едят. 134 рубля 84 копейки. Вот такая вот упаковочка фиников. Уже не первый раз их берем. Так, кто производитель, не могу сказать вам точно. Сейчас посмотрю, кто производитель. Так. Ну, тут не производитель, тут поставщик Москва. Потому что, конечно же, они у нас не растут. Это поставщик, естественно, Москва. Значит, дальше. Хочу как раз вопросов стать по поводу цен. Вот, предлагаю вашему вниманию упаковку окунь морской. Буквально вот сейчас у нас 20 ноября. Сегодня. Ходила я 2 недели назад в этот же Ашан. В октябре, в конце. Тот же самый окунь морской. Килограмм стоил 200 рублей. Теперь, представляете, он уже у нас стоит. Сейчас вам покажу килограмм. 250 рублей 90 копеек. Вот такой у нас скачок предновогодний, как я понимаю. 50 рублей запросто. За 2 недели подорожал окунь морской. В порядке вещей. Ну, в других магазинах надо отдать должный Ашан. Но он еще дороже. Вот буквально вчера я ходила. Кстати, покупала себе кошелек. Сейчас покажу новый купила. Ходила в другой торговый центр большой. Там он еще дороже. Он почти под 300 рублей. Стоил буквально 2 недели назад. 200-230. Вот так вот. Значит, дальше. Купили мы также той же фирмы Евродон. Ростов-на-Дону, как я уже сказала. Фирма Индолина. Вот купили фарш Индюшин. Мы его всегда берем. Любим. Качество этой продукции. Неплохое мясо. И пока, по крайней мере, мы едим его уже сколько времени. Чувствуется, что прям натуральное мясо. Оно белое. Когда обжариваешь уже котлетки, оно внутри белое. Ну, индейка. Это птица. Все знают. Вот. Он считается как бы диетически очень полезным. По вкусу нам очень нравится. Он берет у нас на ужин котлетки из индюшинного фарша. Так, кстати, сейчас я скажу, сколько фарша у нас в Ашане. Фарш Индюшины 215. 78. Это один килограмм. А поскольку у нас две упаковки, вернее, одна упаковка, а две упаковки, 431. Руби 56 копеек. Вот очень дешевые мандаринчики сегодня были. Относительно дешевые, так скажем, в других торговых центрах. Вот тут сейчас показываю цену за килограмм. Вот прямо на чете. Вот за 67 рублей 80 копеек мы их купили. Тут полтора килограмма. Вот других, значит, вот я недавно буквально брала турецкие. По 89, по 90. То есть в Ашане пока держат марку, как говорится. Яблоко мы купили. Свои уже заканчиваются яблоки. Сладкие закончились, остались только кислые. 47 рублей всего лишь. Тоже российское производство. Было написано просто Россию. Какой город, неизвестно. 120 здесь на 2 килограмма 500. 120 рублей. Вот такие яблоки очень хорошие. Такие красные. Без всяких повреждений. При хорошем таком состоянии. Ну и, конечно, за хлебушек. Хлебушек, естественно, придется еще покупать. Это не на одну неделю. Лепно постоянно покупаем. Вот такие булочки столичные тоже на завтрак мы берем. Нравятся нам. Бугленькие. Ну и батоны. Сейчас скажу цены, сколько это все стоит. И вот два вот таких нарезку подмосковный батон. Так, сейчас покажу, сколько у нас булочки. Вот в Ашане они подешевле, чем в других. Поэтому мы их там и взяли. Так. Булочка столичная. Вот упаковочка 18,66. У нас в остальных магазинах, которые возле нашего дома, в районе, они за 20 рублей с лишним. Вот и батон заодно. Батон подмосковный, 17 рублей 30 копеек. Вот. Ну и увидели белорусский сахар, очень дешевый. Муж не удержался, поскольку мы зимой, когда пчелки мед нам не носят, мы их кормим с сахаром, добавленным, с разбавленным с медом. Вот, поскольку им что-то кушать надо зимой. Вот. И вот такой вот сахар, песок белорусский, всего лишь 39 рублей 90 копеек. Мы взяли две вот таких упаковочки. Вот. Нас цена порадовала. Буквально в августе, когда люди делали заготовки, у нас сахар стоил 53 рубля. Вот такие вот скачки цен. То есть, если в Европе к праздникам, ну и в других странах я слышала, всякие распродажи бывают, скидочные там акции, то у нас ничего подобного. На людях наживаются как могут. Когда заготовка идёт, сахар сдувают до беспредела. Вообще был по 53 рубля, по 55 даже в некоторых магазинах. Сейчас тишина, покой. Люди как бы все уже сварили варенье, компоты. Вот сахар у нас 39 рублей 90 копеек. Ну 40 можно сказать. Цена в разы упала, как говорится. Вот так вот нагревает у нас на потребителях сети. Себе делают прибыль. Ну что, на этом я заканчиваю свой репортаж. Хотела вот ещё похвастаться. Купила очень удобный кошелёк, но это в другом центре, не сегодня. Чем мне понравился. Два отделения вот таких вот, как бы не связанных между собой. Под мелочи, под крупные купюры. И вот он так открывается, когда уже, например, ты точно знаешь, что тебе карту надо достать. И вот здесь отделение под карты. То есть, всё не смешивается. Очень не понравился. Он очень удобный. И не тяжёлый, самое главное. Кумягонький. Так что вот такая покупочка у меня была. Так, ну что, всем до свидания. Всем хороших покупок. Хорошего настроения. Пока.